В данной статье мы расскажем про легенду дипломатии Сюзанну Масси. Это американская писательница, бывший советник президента США Рональда Рейгана. Она сыграла ключевую роль в холодной войне между Америкой и СССР, сделав так, что правительство США стало сближаться с СССР, вместо того, чтобы начать войну. Сюзанна Лизи Лотомаси родилась 8 января 1931 года в Америке, Ген-Нью-Йорк. Ее отец и мать были родом из Швейцарии. Дед Масси по материнской линии часто бывал в Российской империи по делам часовой промышленности. Мать Сюзанны в юности болела и ей посоветовали сменить климат, так она очутилась в России. Она пережила революцию и уже после нее вернулась в Америку. Мама читала дочери русские сказки, а друзья Масси говорили, что у нее русская душа. Всю жизнь Масси отдала изучению русской культуры и истории России. В 1967 году, когда она изучала историю царевича Алексея, который болел гемофилией, как ее сын. Позже она напишет несколько книг про Россию, в том числе бестселлер «Земля жар птицы». Когда она улетала обратно в Америку, на границе ей отказали в обратном въезде. В том числе поэтому она пыталась попасть в Белый дом. Знакомый сенатор помог ей со встречей с президентом США, Рональдом Рейганом. После этого она стала его советником по СССР. Четыре года она активно консультировала Рейгана по вопросам нашей страны. Сьюзан Масси и Рональд Рейган. Фото из сети Рейган ценил знания Сюзанны о русском народе СССР. Благодаря этому она помогла ему изменить позицию по нашей стране. В 1983 году Масси прилетела в Москву из Парижа, и советские чиновники предупредили писательницу, что ядерная война между СССР и... Америкой может начаться в любой момент. С 1984 году между странами не было дипломатических переговоров. Мисс Дипломатия снова встретилась с Рональдом Рейганом. Она рассказала о любви к России и русским людям, и уговорила президента наладить отношения с СССР. Сюзанна продолжила работать над выставками для самых известных музеев США и России. Русский музей, Эрмитаж, Метрополитен. Читала много лекций о России. Сюзанна Масси с мужем в года 23 лет. Сюзанна вышла замуж за Роберта Масси, он работал журналистом и был президентом гильдии авторов. Он призывал авторов бойкотировать магазины, где продавались сатанинские стихи Салмана Рушди. К сожалению, в 2021 году в России она попала в руки уголовника-сатаниста Бальтазара. Об этом мы расскажем ниже. У нее родился сын, Роберт Кинлах, который стал политиком и священником, а также борцом с расизмом. Роберт также имел редкую болезнь гемофилию. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. По книге супругов в 1971 году вышел фильм Николая Александра, который получил две премии «Оскар». За роман о Петре I Роберт получил пулицеровскую премию. Второй супруг Масси – Сеймур Папер. Он математик и продвигал любовь к персональным компьютерам детям с США. В 2018 году Сюзан заявила, что российская дипломатия совершает ту же ошибку, что и СССР. По ее словам, многие считают, что все происходит в Вашингтоне. Но большинству американцев неинтересно его мнение. Простые американцы нормально относятся к России, а русофобия исходит от госдепа США. Русским дипломатам нужно больше заявлять о себе. В 2021 году Масси прилетела в Москву на 9 мая и попросила президента России Владимира Путина дать ей гражданство России. Сюзанна выступила с критикой политики США и сказала, что элиты Америки ненавидят Россию и ищут внешних врагов. Озвучено Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. По ее словам, ЦРУ следила за ней и обвиняла в измене. Также она негативно высказывалась о новом президенте США Джо Байден и утверждала, что он употребляет наркотики. Сюзанна Масси и уголовник Бальтазар Шальденбрандт. Фото из сети, к сожалению, в 2021 году мисс дипломатия попала в руки к профессиональному мошеннику, уголовнику и сатанисту, Бальтазару Гайден Прохорову. Сейчас он называет себя Бальтазар Шальденбрандт. Этот маргинал отсидел около пяти лет за грабежи банков. Является банкротом и сатанистом. Подробно про него мы рассказывали в отдельной статье. Фото из Инстаграма уголовника Бальтазара, данный персонаж стал ее пресс-секретарем и шефом протоколов, тирившись в доверие. Он покупает статьи на известных интернет-СМИ, например, Info24, и рассказывает про себя и Сюзанну Масси. Мы считаем, что этой ситуацией должны заняться правоохранительные органы. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. В 1985 году на саммите в Женеве произошла первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, переговоры прошли прекрасно и был установлен личный контакт. Это был ключевой шаг к окончанию Холодной войны. В СССР у Масси было несколько крестных детей, и она была свидетелем на русских свадьбах. Сюзанна была лично знакома с Сальвадором Дали и Игорем Стравинским, а также дружила с Жаклин Кеннеди. Американская писательница и дипломат была единственной приглашенной из Америки на официальном визите королевы Елизаветы II в Россию в 1994 году. Масси знает Санкт-Петербург лучше, чем другие города мира. Сейчас Сюзан живет в Гейстблюхилл, совсем рядом в Бангоре находится дом легендарного мастера ужасов, Стивена Кинга. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок